Так, дальше. На первом месте проблемы с переносимостью. Запор встречается чаще всего. Точнота, диарея, металлический привкус во рту. Ну, опять же, я бы на первое место поставила лекарственную форму, выбор для конкретного пациента. Ведь все-таки мы чаще имеем проблемы у женщин детородного возраста или уже у пожилых. И здесь главное, чтобы это было удобно применять, чтобы это было доступно. Про побочные эффекты. Большинство исследований пишут, что это не более 10% в виде запоров, тошноты, неприятный металлический вкус. Он при применении всех препаратов железа ощущается. И, по-моему, даже при Сидерале пациенты говорят, что они это ощущают. Ну, от этого не уйдешь, это будет. Даже при высоком ферритине при ковиде ощущают металлический вкус. Ну, там вообще изменение вкуса. Нет-нет-нет, именно металлический вкус, я уверен, что это связано с высоким ферритином. Вот, поэтому, ну, проблема переносимости существует, поэтому мы против нее ничего не имеем, но назначать всем подряд трехвалентное железо дорогущее, ну, не знаю, мне кажется, у меня рука не поднимается. В большинстве случаев все-таки обходится без осложнений. Ну, если у человека есть запоры, ну, хорошо, ну, тогда можно перейти на трехвалентное железо.